Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас, дорогие подписчики! Меня зовут Дригорий, и сегодня я предлагаю вашему вниманию нечто абсолютно необычное и даже необыкновенное. 24 мая, выход из Тарантина не закончился, поэтому запишемся здесь, имя, фамилия и телефон, и пойдём дальше. Это на территорию необыкновенного участка заехал его хозяин Михаил Фрёрих. И сейчас я расскажу вам чуть подробнее, в чём же суть. Oldtimer'ы стали автомобили в Германии, пользуются большущим интересом. Есть тысячи, десятки тысяч людей, которые готовы тратить на это своё удовольствие немаленькие деньги. Это и есть Херр Фрёрих, широко известный в мире любителей олдтаймеров. Он говорит себе, что это не соответствует действительности, хотя ему исполнилось 70. Он 1950 года рождения, и все автомобили, кроме того, на котором он сидит, находящиеся на участке, тоже были выпущены в 1950-м. Итак, продолжу, простите меня за сумбурность. Итак, этот самый Херр Фрёрих, которого вы увидели лет 25 тому назад, причину такого решения я не знаю, решил проехать по Германии и соседним Нидерландам и тупить автомобили, как я уже упомянул, 1950 года выпуска. Конечно, нужно обладать такой неуёмной фантазией, как у него, бьющей через трай энергии и немалыми финансовыми возможностями, чтобы тупить несколько десятков, а точное количество я вам назвать не могу, транспортных средств, привезти их в Ниандерталь, где он владеет участком, на котором стоит его дом, и расставить автомобили в таком живописном, артистическом беспорядке. Я видел часть из того, что вы видите сейчас на фотографиях. Не только читал информацию о нём, но и сам то, что он написал, но такого, как я вижу, одна лошадиная сила. Я, если честно, представить себе просто не могу. На участие есть американские военные автомобили, 401-й «Моствич» и знакомая нам с детства «Победа». Здесь есть самолёт, трактор и карета. Наверняка у некоторых из вас при виде этого сердце обливается кровью, потому что автомобили стоят здесь вот так под открытым небом на них льёт дождь. Они покрываются инеем во время холодных, зимних и осенних рассветов. Но я нахожу в этом некую прелесть. Философию Михаила Фрёриха я не могу вам дознать точно. Наверняка она говорит о том, что автомобили не ростышь. Если надпись соответствует действительности, а это Rolls-Royce, тут написано «Шаттл-сервис дворца Бутингем». А сейчас я не буду вас отвлекать, а просто покажу вам несколько автомобилей поближе. Есть ли у этой затеи какой-то финансовый смысл? Возникает резонный вопрос. Сказать сложно. Хотя вход на эту территорию платный. Во-первых, попасть сюда можно только по воскресеньям. Дело в том, что шесть дней в неделю Фрёрих работает в собственном салоне по продаже старых автомобилей. Рекламу я нигде не встречал, хотя это не значит, конечно, что её нет. И вход на участок платный. Причём стоит, скажем, совсем не дешево. Если вы хотите поснимать и приходите для этого с приличной таймерой, вам вход стоит 20 евро. Если вы приходите просто походить, понаслаждаться, сделать пару фото на телефон, тогда в половину меньше, всего 10. С позволения господина Фрёриха и его жены, между прочим, милой, приятной, русскоязычной женщины, я снимаю чуть-чуть в частных покоях этой семьи. И вот я узнал, что впервые автомобили Михаил начал собирать лет 40 тому назад. И делал это на протяжении лет, многих лет. А то, что мы с вами сегодня видим, а называется это музей фантастических движущих средств, отрыто в 2000 году. То есть вот этому музею, в том смысле, что в него можно зайти, поснимать, полюбоваться 20 лет. Лодка – это тоже движущее средство, так же, как тарета, самолёт и детские машинки. Но всё же автомобили, пожалуй, здесь самое интересное. Я упомянул вначале, что занятие олдтаймерами, старыми автомобилями, удовольствие совсем не дешёвое. И Херр Фрёриш, профессионально занимающийся этим, как продавец, человек не бедный. Я не берусь даже примерно сказать, какие деньги сюда вложены, сколько стоит участок и дом. Но точно могу сказать, деньги эти немаленькие. Но, если честно, то это имеет значение. Значение имеет необычная фантазия, чувство прекрасного и необычного, которое есть у него. Значение имеет и то, что придя на этот участок, остаться равнодушным, по-моему, невозможно. Хорошее настроение, замечательное впечатление и заряд бодрости вам однозначно гарантированы. Поэтому можете воспринимать этот небольшой сюжет просто так, информацию. Можете это расценивать, если хотите, как рекламу. Сегодня я оказался на этой территории совершенно для себя неожиданно. Я рассказал в своей группе WhatsApp не посереда о том, что вот есть такой молодой человек. И эта информация вызвала неожиданный для меня интерес. И вот сегодня нас на этом суперучастке больше 20 человек. Вы помните, вход для взрослых 10, для тех, кто пришел с таймерой поснимать 20 евро, а детям до 12 лет. Бесплатно. Как всегда большое вам спасибо за ваше внимание. Как всегда большое спасибо вам за ваше терпение. Ваш Григорий. А это заключительная панорама достаточно большого участка. Здесь можно запросто провести несколько часов. Итак, всего вам доброго. Ваш Григорий. Пока. Пока.